Дорожно-ремонтный сезон 2013 года в Дауглоплсе станет испытанием не только для фирм-подрядчиков, но и для самих жителей. Грядет реализация европейских проектов, в рамках которых планируется провести реконструкцию 11 дорожных объектов. Основной фронт работ развернется на улицах Дауглос, Коммунала, Витземес, Вентас, Варшава, Слепаес, а также на транзитной магистрали А-13, которая включает в себя и улицу Астунь-Пацмета, Новэмбра. Так что выезжать на работу, деловую встречу или в гости придется раньше обычного, ведь пробок на дорогах Дауглоплсе избежать не получится, как бы это и не раздражало автоводителей. Час Х наступит, как только сойдет снег, поскольку все согласования пройдены и практически все разрешения на строительство получены. Реконструкция улиц Витземес и Вентас станет одним из центральных проектов. Правда, объект в эксплуатацию строители сдадут далеко не в этом году. Как позволит погода, так сразу начнем и земляные работы, то есть подготовка к тротуару, кабели, освещение, фрезерование, подготовление основания и прокладка ливневой канализации. Еще четыре городские дороги в этом году превратятся в стройплощадку. Но если по улицам Варшав с Даугу слепой с горем пополам проехать как-то получится, здесь движение будут регулировать светофоры, то на улице Коммунала в районе Дамбы движение автотранспорта будет закрыто. Машины и автобусы поедут по объездным путям, а вот пешеходам и велосипедистам привычный для себя маршрут менять не придется. Если смотреть в сторону Калкуна, то с правой стороны будет насыпано дополнительное основание, которое будет ниже, чем автотранспорта, и там будет пешеходная и велодорожка. Одним из сложных объектов станет прокол железнодорожной арки на улице Витземес. Это необходимо сделать для строительства в этом туннеле тротуара, о котором давно мечтают жители Нового Форштата. На сегодняшний день все согласования по данному объекту с Латвийской железной дорогой получены. Немаловажный момент. Когда дорожные строители приступят к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия, движение автотранспорта на этом участке пути будет закрыто. Но руководитель управления коммунального хозяйства городской думы Айверс Путанс заверил, что эти работы, по возможности, будут проведены в сжатые сроки. Немаловажный вопрос. Как будет организовано в этот период движение автотранспорта по территории города? Это все еще в стадии разработки. То есть работают специалисты. Латвия Свал с целью ЦКДДД, которая является подрядчиком организации движения всех этих компаний. И специалисты участвуют, и автобусный парк, и разрабатываем маршруты. Безусловно, наступающий сезон дорожно-ремонтных работ будет непростым. Но качество наших дорог, вернее его отсутствие, требует кардинальных перемен. Сколько можно ездить от одной ямы до другой? Год будет тяжелый. Очень автотранспорту, водителям автотранспорта, потому что будет перекрываться. Подстановлены, там в стропах тоже будут объезды. То есть надо быть очень терпеливым, смотреть за знаками, смотреть за светофорами, выбирать заранее маршруты и смотреть за всем этим. Продолжение следует...